Всем привет, меня зовут Павел Белинский и это очень странные новости. В США пациентка заплатила 800 рублей за то, что заплакала на своей операции. Она нашла на счете за медуслуги пункт «Кратковременные эмоции» 11 долларов. В Нидерландах двое специализирующихся на взрыве банкоматов-преступников захотели поделиться своим опытом и подорвались при записи обучающего видеоурока. Житель Тулы, 43-летний Александр, влюбился в девушку, которая не ответила ему взаимностью. Мужчина не захотел так просто сдаваться и придумал способ привлечь ее внимание, заминировав ее куртку. Он сделал небольшое взрывное устройство, отправился к своей возлюбленной и незаметно подложил его ей в карман. Нащупав в кармане что-то странное, девушка попыталась достать предмет и тогда бомба взорвалась прямо у нее в руке. В результате она лишилась трех пальцев, а также сломала кисть. Мужчину задержали на допросе, он сознался в содеянном и заявил, что не придумал ничего лучше, чем расположить ее к себе подобным образом. Минюст России включил в перечень нежелательных две организации – саентологов из США и европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами. В Каменск-Уральске местный житель обстрелял из травмата коммунальных сотрудников. Мужик жалуется, что в его квартире невероятно холодно, а они ничего не делают. В Ташкенте девочки толпой избили сверстницу. Причиной такого поступка стали оскорбление в социальной сети от избитой. Диванные войска столкнулись с жестокой реальностью. В лес Заводский наглухо отбитый шизоид отпилил себе руку на балконе и выбросил ее на улицу, после чего принялся оскорблять соседей. Предположительно, рукосек принял какие-то вещества. 14 сентября Сбербанк сообщил о том, что пока не планирует повышать ставки по ипотеке, может повысить ставки по вкладам. 1 же октября, как раз после выборов, Сбербанк повысил ставки по ипотеке. Мужчина сыграл свадьбу с рисоваркой. В Индонезии мужчина женился на любимой рисоварке. Молодые сыграли свадьбу 23 сентября. Об этом сообщает Asia One. Мужчины и его избранницы были одеты в традиционные свадебные костюмы и даже поучаствовали в фотосессии. Однако Союз продержался всего 4 дня. Разлад смести случился из-за того, что жена, как выяснилось, не способна приготовить ничего кроме риса, а мужчине нравится. Еще и овощи. Шотландия становится первой страной в мире, где детям навязывают обязательную историю ЛГБТ. Предметы в разных возрастных группах теперь будут включать идентичность, проблемы и историю ЛГБТ. Сфокусированных на продвижении равенства, уменьшении издевательств и улучшении образовательного опыта детей и молодых людей ЛГБТ. Председатель национального родительского форума Шотландии Маргарет Уилсон сказала «Приветствуем введение инклюзивного ЛГБТ образования в школьную программу». В России перестанут экономить на зарплатах чиновников. Индексация зарплат чиновников возобновится в 2022 году. Они снова будут повышаться на 4%. Об этом говорится в предложениях Кабмина, внесенных в Госдуму. Индексация запланирована с 1 октября 2022 года в период до 2024 года. Включительно она коснется всех категорий работников федеральных государственных учреждений. Также индексация застроен судей, прокурорских работников, сотрудников СК, федеральных государственных гражданских служб и другие категории работников федеральных государственных органов. Кроме того, с 1 октября 2022 года предусмотрено ежегодное повышение зарплаты военных и приравненных к ним лиц. Индексация также будет составлять 4%. Что с лицом, ребята? Все же в порядке. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Там же оставляйте несколько комментариев. Если вам понравилось, поддержите канал репостом или донатом. Все ссылки будут в описании. Удачи, добра и позитива. И встречи в следующем видео. Успехов! Субтитры сделал DimaTorzok